здравствуйте дорогие зрители в эфире не совсем обычный выпуск программы один из нас во первых у меня сел голос а во вторых буквально на днях мне написала одна моя знакомая с которой мы раньше учились в школе сейчас она живет в чикаго и зовут камилла и она сказала если тебе интересно узнать что-то о протестах которые происходят у нас прямо сейчас связанные с убийством джорджа флойда то я с удовольствием тебе расскажу потому что мне кажется что на многих каналах и в сми в россии об этой ситуации говорят несколько иначе чем видится мы не находясь соединенных штатах я решил почему нет поэтому сейчас в рамках нашего проекта один из нас будет первое онлайн интервью с камилой из чикаго давайте начнем камил привет рад тебя видеть с хорошей связью который час сейчас в чикаго осень 48 утра это вообще обычно рано встаешь нет не получается рано вставать когда работаешь в ресторане а потому что на раз на раз приходит а ты живешь с соседкой или с соседями да у меня девочки две девочки соседки они где работают одна работает координатором церкви а другая стилистом волос давай продолжая тему расскажи немножко о себе как давно ты живешь в штатах где работаешь чем занимаешься я переехала в америку восемь лет назад было пару дней годовщина восемь лет и пожила в разных штатах потому что хотел посмотреть знаешь америка это красиво конечно все такое и получилось так что жизнь привела в чикаго и как бы уже к тому времени как я отражалась в чикаго мне немножко надоело туда и сюда шопаться вот я и осталась здесь получается почти пять лет живу в чикаго работаю в ресторане может перед карантином работала в ресторане барменом и официантом а после карантина кто тоже знаешь как получится сотрудником в общем да сотрудником как ваше заведение называется называется это на самом деле очень прикольное место там делают самые классные презентации для коктейлей в мире если получится у кого-то показать попасть в чикаго обязательно надо посмотреть потому что очень интересно а ты кстати давно в россии была последний раз с тех пор так уехала ни разу ни разу но за восемь лет я тебе могу сказать все таки приличные бары тоже появились то есть ну типа если раньше это был ноль то сейчас где-то на шестерку по местным меркам ты возможно попадешь если надумаешь приехать расскажи пожалуйста что сейчас вот прямо сейчас происходит в штатах и конкретно в чикаго но сейчас немножечко конечно при утихло но в прошлую неделю у нас были протесты в америке и получилось так что по всей стране прошли протесты потому что на самом деле людям надоело жить как живется в стране где если ты не белый то у тебя только мало возможностей для улучшения своей жизни но так что тебе полиция очень строго к тебе относится и даже очень жестоко бывает все началось с того что в очередной раз убили человека который был чернокожий и хоть у него и были разные судимости для того как его убили он просто пошел в магазин попытался купить себе еду у него был поддельный они сказали о ваш чек выглядит поддельным вызвали копок и они к нему с такой же стопостью отнеслись что они прижали ему горло так что он не мог дышать и когда он пытался им сказать что я не могу дышать и они ничего не сделали по этому поводу и так и оказалось что он погиб в тюрьме когда сидел и ждал что они либо отпустят либо они его короче он сидел и ждал что с ним случится дальше и в итоге умер от того как они к нему до этого относились и как бы это не в первый раз случается даже в этом году у нас был случай что была девушка она просто спала ночью и ворвались копы на обыск квартиры и то у нее она жила своим парнем и они не знали что происходит начали стрелять потому что ну кто-то им врывается дом и получается так что полиция сделала 21 раз стреляла и 8 пуль попала в эту девушку которая умерла практически на месте и она на самом деле деле работала в больнице помогала людям у кого был кто переболел короной вот и до этого еще в этом же году был один чернокожий мужчина так как и девушка была тоже чернокожая он просто пошел на пробежку и за ним два белых расиста короче погнали и просто его убили потому что он пошел на пробежку и так получается на самом деле что когда трамп стал президентом те люди которые до этого скрывали что они расисты почувствовали что раз так президент и говорит что он хочет то я могу говорить кто хочет то есть при обаме было не принято и некоторые люди сдерживались я бы не сказал что было не принято люди все равно говорили но просто это как до этого например знаешь когда кран полностью не закроешь чуть-чуть капало а вода этого льется и льется и вот получается что проблема расизма она становится только хуже потому что у нас президент явно тоже помимо других вещей которых плохо слушай но раз мы говори заговорили сейчас конкретно о дональде трампе я вот был единственный раз в штатах как турист но при этом я был недавно и что меня поразило это то что может спокойно продаваться какой-нибудь постер с карикатурой как там трамп целуют в пятую точку другого политика или там трамп в каком-нибудь еще неприглядном виде или брелок где трамп злится ты нажимаешь на него и он как будто бы ходит по большому то есть но как ты понимаешь в россии такое сложно представить можно ли сказать что у людей есть свободу слова и свобода выражать свое мнение в америке да конечно если свобода слова потому что люди которым не нравится президент или какие-то политика или даже вот сейчас с этими протестами можно сказать что это свобода слова себя показывает но при этом на самом деле если я не знаю что на самом деле объяснить они взяли эту свободу слова они ее и сделали из мухи слона потому что иногда бывает что людям что-то не нравится какие-то продвижения социальной в мире и они из этого устраивают что что-то самое страшное например когда карантин был по полной ходили же кучу людей пошли и говорили о я хочу ходить в ресторан или я хочу себе волосы подстричь не надоело сидеть дома то есть они взяли эту свободу слова и без того чтобы быть сознательными сознательными они пошли и протестовали по этому поводу но при этом самое смешное что это тоже самые люди которые протестовали что они хотели вернуться к нормальной жизни сейчас когда протесты идут на своих социальных сетях пишут что надо слушаться надо слушать закон надо сидеть дома и все такое и на самом деле прикол а это те же самые люди которые не хотели сидеть дома из-за пандемии сейчас они говорят что не надо протестовать на улице надо сидеть дома ну двойные двойные стандарты двойные стандарты так и получается и на самом деле все в америке очень много таких двойных стандартов в любом месте например в россии не то что ты идешь по улице и тебя будут называть определенными словами конечно так и бывает потому что этого мужчину который просто пошел на пробежку убили потому что он был черный да конечно бывают такие экстремальные случаи но в основном это очень по-русски сказать сейчас я я очень мало по-русски говорю поэтому мне сложно у тебя такой достаточно интересный за эти годы выработался акцент мне кажется звучит мило слушай вот вопрос возвращаясь все таки к джорджу флойду я так понимаю что важный момент помимо того что человека убили не за ну то есть не не за там какое-то преступление не при сопротивлении а просто убили это еще и то что наказание должного не понес полицейский который это который это сделал в начале не было а сейчас уже как то время не прошло и люди протестуют не только то даже того мужчину который на него коленкой на горло нажимал но и осудили его партнеров которые с ним с ним были момент этого происшествия угу а то я искала слово это тонкий расизм то есть оно как бы люди просто случайно тебе скажут что-то такое и они как бы не подумали но ну и да ладно например когда я вернулась на работу вот в пятницу у нас открыли ресторан только можно сидеть на улице внутри нельзя то есть пришел первый стол были у меня адвокаты которые работают в здании и у них все белые и у него у них короче до хрена денег да взрослые взрослые где наверное было 40-50 лет пришли и они спросили у него у человека который со мной работает который черный мужчина ему наверное лет 35 они у него спросили а ну что ты пошел громить город ты тоже и причем у меня то они не спросили потому что что я для них простая белая девочка а у него спросили и это вот как бы тонкий расизм проявляется а он как на это отреагировал на самом деле самая страшная проблема в расизме это что люди с маленького возраста знают что когда у тебя цвет кожи не белый то ты должен быть очень осторожна в полиции например так что он просто ушел потому что что толку ты ему стоять злиться и объяснять что они но еще он на работе ну то есть его его это смутило скорее всего тоже ну да конечно потому что мы сейчас только вернулись мы не работали получается два с половиной месяца вот вернулись и первый день мы так и сказали да но потом была одна женщина у них за столом и она так посмотрела на них типа что же вы делаете и они нам поэтому дали больше денег потому что говорили о дай этому своему коллеги партнеру по работе коллеги коллеги да коллеги чтобы мы знаем что мы лучше что мы не должны были этого сказать ну то есть потихонечку конечно это меняется но я вот например видела видео когда сидит девочка маленькая чернокожая ей наверное было лет девять или десять и плачет она спрашивала у своих родителей что теперь происходит в мире и они объясняют что такое расизм и она плачет и говорит что меня могут убить потому что у меня цвет кожи черный и на самом деле очень-очень тяжело смотреть на такие видео потому что она на самом деле права потому что она не знает что может случиться это реальная проблема в Америке потому что Америка хоть она и притворяется что она страна такая самая классная на самом деле большинство это миф потому что если ты родился оказался в Америке без денег или оказался иммигрантом или у тебя цвет кожи определенный то короче американская мечта она на самом деле не очень очень недостижима где-то наверное пять процентов населения у которых нет денег когда-нибудь может быть своей жизни улучшат улучшат но это когда я говорю пять процентов это мое воспринимание это я на самом деле просто вижу жизни а у меня реальные статистики на этот вопрос нет давай немножко об общих моментах и примерах поговорим чуть позже конкретно о протестах как они проходили например в Чикаго то есть можешь какие-то примеры привести того что ты видела на самом деле протесты всегда начинаются мирно все люди просто ходят с вывесками которые говорят black lives matter или я не могу дышать или no justice no peace то есть это значит если нет справедливости не будет покоя и на самом деле все эти протесты становились немирными когда полиция пришла потому что они начинали стрелять резиновыми пулями или пулями или делали газ который слезоздачивый газ и поэтому так и начиналось и опять я посмотрела эти видео и там есть например девочка сидит и говорит пожалуйста верните мне сумку у меня там инсулин я могу у меня диабет я не знаю что делать верните мне мое имущество и они говорят о типа ничего не знаю она говорит ну пожалуйста извините я же могу у меня это здоровье и поэтому на самом деле жестокость полиции это очень реальный вопрос и протесты на самом деле очень мирные были потому что люди просто хотят высказать свое мнение что им надоело жить в таких условиях а ну вот то на что во многом делают акцент в других странах показывая эти протесты в частности в России это то что протесты не столько мирные сколько они во многом превратились в грабежи мародерство и так далее вот что это такое это какая-то часть маргинального населения которое просто пользуется случаем или это какие-то провокации на самом деле да мародерство случилось и многие магазины были разбиты и в основном все люди которые протестуют в большей массе протестанты они не хотят никакого мародерства и они даже стоят и не пускают людей к магазинам чтобы их не разбили но при этом есть конечно прослойка населения которые если возможность поворовать давай поворуем нет ну знаешь бывает такое и на самом деле очень много людей которые воруют это белые белокожие люди в Америке и очень многого найти можно видео как то что это происходит но и конечно есть прослойка населения который просто хочет разгромить чтобы разгромить и так получается здесь три группы разгромить чтобы разгромить поворовать потому что есть возможность и мирные протестанты которые не хотят ничего в этом связываться ну то есть ты все-таки отделяешь протест от вот этих погромов потому что получается так что это либо мародеры маргиналы которые пользуются благоприятной ситуацией чтобы что-то стащить и там я не знаю что-то разгромить либо это имеет место провокации в основном это на самом деле провокация чтобы образ Black Lives Matter испортить потому что реально стоят в магазинах и не дают этим мародерам пройти потому что они хотят чтобы Black Lives Matter было ассоциировано с мародерством слушай ну в России еще очень часто делают акцент на различных видео где например протестующий говорит полицейскому там встань на колени или кто-то кому-то целуют обувь это какие-то вопиющие случаи и выдернуто это из контекста или это имеет место на самом деле это выдернуто из контекста потому что все про колени это было пару лет назад два американских футболисты которые во время национального гимна встали на колени в протест того что постоянные людей там по-моему сначала один футболист просто не встал во время гимна а потом они начали вставать на колени то есть на следующих играх то есть когда люди встают на колени они говорят полицейские встаньте на колени это они просят чтобы у них были солидарны с движением черные жизни имеют значение поэтому это вырвано из контекста конкретно в чикаго было такое что тебе там страшно было выходить на улицу или вам приходила какая-нибудь рассылка типа сегодня лучше оставайтесь дома ну там уже не из-за ковида а именно из-за протестов да на самом деле пришло потому что на айфоне есть такая штука типа emergency alert когда и она на моей памяти ну я достаточное количество путешествовал работал только в штатах то есть я не знал что это когда тебе ночью приходит там пропал ребенок или там подозреваемые какие-то в каком-то районе да это было пару раз что они говорили типа о всю ночь не ходите никуда комендантский час ввели с 9 вечера до 6 утра и как бы всей стране объявили что все не выходите в это время а что было разное до протеста во время протеста это что было слышно полицейские сирены и вертолет который летает ну на самом деле мне было не страшно до того как я начала искать видео чтобы показать вот людям мне было не страшно и когда я начала смотреть эти видео как жестоко полицейские относятся к людям во время протестов мне на самом деле стало немножко страшно ты мне кстати прислала одно видео мы можем его сейчас показать вот то которое как мультфильм с надписями вот почему ты именно им хочешь поделиться а потому что на самом деле это самый легкий способ объяснить расизм в америке потому что кто это сделал это видео они все это хорошо продумали и простыми словами объясняют проблему в америке это Джамал мальчик который живет в бедном районе у него есть друг Кевин который живет в состоятельном районе все соседи Джамала афроамериканцы а все соседи Кевина белые поскольку школа Джамала в основном финансируется за счет налогов на имущество денег в школе не хватает кабинеты в ней переполнены учителя зарабатывают мало и у него нет доступа к дорогим репетиторам и вне классным занятиям школа Кевина тоже финансируется за счет налогов на имущество поэтому денег у школы достаточно в кабинетах немного народу у учителей хорошая зарплата и у него есть доступ к отличным репетиторам и разнообразным дополнительным занятиям Кевин и Джамал живут на расстоянии нескольких улиц но как они могут жить в таких разных мирах где настолько разные возможности стать успешным ответ стоит искать в истории системного расизма чтобы понять лучше давайте посмотрим какой была жизнь во времена бабушек и дедушек Кевина и Джамала спустя десятилетия после гражданской войны многие правительственные учреждения начали рисовать карты разделяя города на секции которые были более или менее желанны для инвестиций эта практика называлась красной линией которая отсекала целые черные районы от частных и общественных инвестиций банки и страховые компании пользовались этими картами десятилетиями чтобы отказывать темнокожим людям кредитах и прочих услугах основываясь только на их расе исторически говоря владеть домом или получить университетское образование это самый простой путь для американской семьи сделать состояние но когда бабушки и дедушки Джамала хотели купить дом банки отказывали потому что они жили в районе за красной линией поэтому у семьи Джамала не было возможности купить дом а колледжи могли не дать возможности поступить к ним так что шанс получить высшее образование был очень невысок семья Кевина напротив получала кредит с низким процентом на покупку первого дома и были приняты в лучшие университеты это дало им массу возможностей которыми смогли воспользоваться их дети и дети их детей еще в конце 80-х годов было проведено расследование рынка недвижимости Атланты которое показало что банки более охотно выдавали кредиты малообеспеченным белым семьям чем афроамериканским семьям среднего класса и выше как результат сегодня на каждые 100 долларов богатства каждой белой семьи приходится 5 долларов 4 цента темнокожей семьи в 2017 исследование показало что красные линии до сих пор влияют на стоимость жилья в крупных городах вроде Чикаго это объясняет почему Кевин и Джамал унаследовали такие разные условия к сожалению история здесь не заканчивается большая часть системного расизма это скрытая предвзятость есть предубеждения в обществе которые люди не знают что они у них есть давайте вернемся к Кевину и Джамалу вопреки всему Джамал становится единственным человеком из своей школы кто поступил в престижный вуз тот же самый куда пошли Кевин и его одноклассники но после выпуска Джамал понимает что его резюме не вызывает такого же интереса как резюме Кевина несмотря на то что они обучались по одной программе и у них одинаковый средний бал к несчастью для Джамала исследования показывают что по резюме с именами которые звучат белыми перезванивают в два раза чаще чем по идентичным резюме но с черными именами скрытая предвзятость одна из причин почему уровень безработицы среди темнокожих в два раза выше чем среди белых даже с университетским образованием сегодня вы можете увидеть доказательства системного расизма в любой сфере жизни неравенство в семейном достатке показатели тюремных сроков участие в политике и уровень образования к сожалению главная проблема системного расизма это то что за него не несет ответственности конкретный человек или институт что делает очень сложные ее решения что можешь сделать ты первое что вы можете сделать это стать более осознанным по отношению к своей скрытой предвзятости что если у вас есть собственные предубеждения которые вы можете не осознавать во вторых давайте признаем что последствия рабства и закона Джима Кроу до сих пор влияют на доступ к возможностям сегодня как итог мы должны поддерживать систематические изменения которые создают более равные возможности для всех увеличение финансирования государственных школ делая его независимым от налогов на имущество будет отличным стартом тогда бедные и зажиточные районы смогут получить равный доступ к ресурсам системные проблемы требуют системных решений к счастью все мы часть системы а это значит что каждому найдется роль в том чтобы исправить ситуацию всем мир слушай ну вообще твое желание поделиться со своими знакомыми в России почему она у тебя появилась ну то есть ты таким образом себя тоже отождествляешь с движением и хочешь им помочь или создать некий ну как тебе кажется корректный образ того что происходит вот что тебя мотивировало игрокировала я думаю это немножко и то и другое конечно хочется помочь движению этому потому что на самом деле когда поживешь в Америке восемь лет ты понимаешь что она никакая конечно сторана не идеальная но когда ты думаешь про Америку ты думаешь что это такая прекрасная сторона, но когда ты здесь поживешь, ты понимаешь, что, короче, очень много здесь проблем, поэтому хочется помочь движению, конечно, и мне показалось, что самый лучший для меня путь помочь движению, это поделиться с теми, кто живет в России, что на самом деле происходит, потому что все эти предубеждения к тому, что как Америка выглядит, я помню, что мне всегда говорили, о, все американцы такие тупые, или соусы и все такое, то есть, или когда смотришь американский фильм в России, ты думаешь, о, ну да, вот чернокожий персонаж, да, это преступник, конечно, все тогда понятно, почему такие вещи случаются, я помню, что все это было, когда росла в России, и здесь, когда ты живешь в Америке, ты понимаешь, что это все по-другому на самом деле. Что касается конкретно тебя, ты белая, но ты приезжая, ты эмигрантка, вот ты сталкивалась с каким-то негативом по двум моментам, первое, что ты эмигрантка, и второе, что ты из России. Людей это не особо волновало до последних выборов, а сейчас, как же, этот скандал, что, типа, россияне помогли Трампу выиграть выборы, все, поэтому немножко, я бы сказала, стало хуже. А то, что эмигрантка, это, конечно, да, потому что, например, самое, один раз я работала в каком-то бизнесе, ну, там продавали какие-то фотки, да, придешь, фотографируешься и уходишь. У меня спрашивают кто-то, ой, у вас есть скидка тем, кто был в армии, потому что в Америке иногда так бывает, что люди, которые тоже жили, если у них есть удостоверение, то им делают скидку. Я говорю, нет, извините, они говорят, что я слышу акценты, ты не отсюда? Да, они отсюда. Ну, понятно, почему ты не уважаешь американскую армию? Ну, окей. Круто, потому что я же делаю правила, да? Мне кажется, это самый такой, который я запомнила побольше. Другой был, это когда я работала уже в ресторане и делала напитки. У меня женщина спрашивает, типа, откуда я приехала? Я говорю, вот, из России. Она говорит, о, ты, а ты была male or a bride, то есть, называется, невеста по заказу. Это такая система, когда люди из Америки знакомятся с женщинами, которые находятся через океан и, как бы, делают, помогают им сделать определенную визу. Она называется виза невесты, когда ты приезжаешь сюда. И, короче, если у вас состыкуется роман, то ты можешь через это сделать документы. И многие, так как иммиграция в Америку очень сложная, это один из вариантов сделать это быстрее. Поэтому многие люди это делают, да? И она у меня спрашивает, ты что, была невеста по заказу? Я говорю, нет. Она говорит, о, а ты знаешь кого-то, кто может быть невестой по заказу? Потому что я своему сыну ищу, типа, жену. Потому что у него какая-то, там, disability. Поэтому я, конечно, немножко обиделась и отошла от нее. Я потом обернулась и смотрю, что она, короче, в самых классных сидит брендах. У нее там сумка Louis Vuitton. Я думаю, как это у тебя сумка Louis Vuitton, а образования вообще никакого нет. А у сына disability он инвалид, да? Да, инвалид. И ты как-то у меня можешь такое спрашивать, знаешь. И на самом деле я заметила, что когда ты не из Америки, то есть как бы все границы исчезают, и люди думают, что так как ты не из их страны, что они тебя любой вопрос могут спросить. Как ты сюда приехала? Что ты здесь делаешь? Где ты живешь? И почему это ты работаешь в ресторане, у тебя что-то нет образования, и ты замужем, не замужем, все такое. Почему-то это граница, где ты понимаешь, что ты этого человека не знаешь, что тебе не надо спрашивать им вопросы личные, и исчезать, потому что людям так интересно, потому что ты иммигрант. Но с одной стороны я, конечно, понимаю, что это интересно, с другой стороны... Это немножко не из дела. Да, немножко не из дела, и как-то это грубо у тебя спрашивать, как я приехала на самолете. Ну да. Переплыла через океан. Не знаю даже, что... А как-то на это ответить, знаешь, бывает странно. Слушай, но все-таки вот белый иммигрант и темнокожий. Вот в твоем опыте... Белый, темнокожий. Угу. Темнокожий. У меня, например, есть знакомый, он приехал из Тогу, черный, и у него цвет кожи очень-очень темный. И у него, короче, случилась так жизнь, что он спал в центре для бездомных, потому что он приехал с четырьмя тысячи долларов и думал, что это достаточно, чтобы себе жизнь устроить. И, короче, деньги кончились, и возможностей не было. И на самом деле он мне рассказывает, как ты рассказал, как тяжело ему жилось. И он сейчас... Ему повезло, короче, что добрые люди ему разрешили пожить у него бесплатно. То есть он у него третий год уже живет в квартире, потому что у него была комната, в которой они хотели бы просто бесплатно дать ему пожить. Так что он с ними и живет. И даже когда он идет домой, он никогда через парадную дверь не заходит. Он всегда идет через заднюю дверь, чтобы люди не думали, что он пытается ворваться в дом, потому что он чернокожий в районе, где в основном белые люди живут. Есть возможность, что когда-то система изменится настолько, что не будет смысла протестовать. То есть есть мнение, что протест, по сути, бесконечен. Всегда могут быть какие-то недовольства на расовой почве. Я думаю, что система может измениться, когда это касается расы, потому что на самом деле, да, все люди всегда будут чем-то недовольны. Это, конечно, без вопросов всегда такая есть ситуация. Но сейчас проблема в том, что не просто же люди недовольны без причины, а проблема в том, что они, люди чернокожие, просто, спасибо за выражение, дохнут как мухи в Америке. И поэтому я думаю, что проблема расизма изменится, наверное, когда предыдущее поколение уже умрет. Потому что в основном большинство российских проявлений, они от поколения, которые постарше. На самом деле, я скажу тебе так, что есть такое у меня мнение, что ты как будто живешь в двух странах в одном месте. Потому что, с одной стороны, здесь либералы, все, которые хотят равноправия женщин, людей разных цветов кожи и все такое. С другой стороны, ты живешь в стороне, которые считают, что они люди белокожие, что только их права важны, что они хотят себе волосы постричь, когда ты сидишь в карантине и все такое. То есть белые привилегии – это на самом деле очень реально. И люди не хотят отпускать. Короче, когда даешь кому-то власть, ее же сложно отпустить или какие-то права. И они думают, что из-за того, что люди чернокожие придут и получат равные права, что их жизнь ухудшится. Но на самом деле, если люди все равноправные, у них есть все одинаковая возможность для улучшения жизни, таких проблем просто уже не будет существовать, когда проблема расизма изменится. Слушай, на тему, кстати, карантина. Вот уже несколько раз мы ее затрагивали. Получается, как у вас все это было организовано? То есть вот сколько, например, ты сидела дома? Как это было организовано с точки зрения выплат государства? И то есть на какие деньги дома сидеть? Расскажи об этом, пожалуйста. Ну, на самом деле, Америка немножко тупанула с тем, как бы, карантином и все такое. Потому что они не сделали быстро. Они, как сказать, take your time. Потеряли время. Да. Поэтому, например, в Нью-Йорке было дофига тысячки, сотни тысяч случаев коронавируса. Ну, вот, я живу в Чикаго, они нам сказали в конце марта, что мы будем сидеть месяц дома. И, получается, большинство людей уволили с работы на это время и сказали, это называется furlough. То есть ты можешь вернуться. Это как бы отпуск неоплачиваемый. Получается, что неоплачиваемый отпуск и с таким вариантом, что когда карантин кончится, ты возвращаешься на работу, как раньше. А выплаты какие-то были? И в зависимости от компании, тебе может компания, в которой я работаю, нам дали немножко денег от них, но в другом ресторане, в котором я работаю, нам ничего отсюда не дали лишнего. Для чего компания тебя отпускает в этот отпуск или furlough? Потому что ты можешь сделать себе unemployment, то есть то, что ты не работаешь безработице от государства. Получается, вначале сказали, месяц посидим, потом второй месяц сидели. Получается, два с половиной, три месяца мы сидели дома. И когда ты ходишь... Первый месяц сказали, если идешь в магазин, тебе не обязательно маску одевать. А сейчас с первого мая сказали, все должны быть в масках, куда ты идешь, по улице или не по улице. Но при этом никто тебя не будет останавливать и сказать, все, ты идешь куда-то без маски, я не понимаю, почему ты куда-то ходишь. Типа, сиди дома и одевай. Никто тебя не будет штрафовать за это дело. Это как бы личный выбор. Но сейчас с первого мая в магазин тебя не пустят, публичные никакие помещения тебя не пустят без маски. И потом государство нам дает деньги. Получается, каждые две недели получаешь себе чек. И это зависит от того, сколько ты денег до этого делал в прошлом году. И в 2018 году они делают по налогам, сколько выплаты. И потом государство дало чек на 1200 долларов один раз. И потом они переменяли это на то, что каждую неделю дополнительно на 600 долларов от другого, короче, фонда у тебя добавляются к выплатам по безработице. Ну, то есть то время, которое ты сидела, ну, по большому счету, денег себя содержать хватало. Да, но у меня были проблемы. Я, на самом деле, не могла сделать себе безработицу первый месяц, потому что невозможно было дозвониться. И она, короче, на веб-сайте не работала. Что-то для моей фамилии, короче, не работала. Как госуслуги в России прям, они тоже не работают часто. Ну, вот. У меня, короче, не работало. И потом мне один чувак, у которого фамилия тоже не белая, сказал, иди попробуй. И у меня как после того, как он мне сказал, у меня сработало. Потому что мне как-то надоело каждый день пытаться заполнить. И они говорят, извините, на вас данных нет. Звонишь, мы звонки больше не принимаем. Даже если звонишь им в 8 утра, они уже звонки не принимают. Бюрократия она везде. Вообще, в целом, по твоим наблюдениям, в Чикаго люди, ну, как, скорее добросовестные или нет, соблюдали меры все-таки карантина? Или кто как? Кто как. Потому что, например, мои соседи по квартире, они, одна из них вообще очень, она по натуре чистый человек. И, то есть, она очень соблюдала все правильно. Все, что она приходит из магазина, все вытирает дезинфектором. Она, на самом деле, выросла в Охайо. То есть, она хотела пойти навестить семью, потому что есть была возможность. Так что она себя дома у своего бойфренда заперла на 2 недели, потому что я уже вернулась на работу. И она не хотела, если я что-то подхвачу, чтобы она это привезла в Охайо. Так что она очень сознательная девушка. А есть людям, которым, на самом деле, наплевать. Они даже маски не хотят даже на работе носить или там в публичных помещениях. И когда они пытаются зайти в магазин, их останавливают и говорят, ой, почему у вас нет маски. Они начинают ругаться с сотрудниками магазинов, потому что они считают, что это глупо. Ну, то есть, вы сейчас потихоньку начали работать, у вас ресторан уже работает, да? Да, ну, на самом деле, государство дало возможность делать кредит для маленьких бизнесов. И когда они дают тебе кредит, ты должен потратить определенную сумму на своих работников. И они нам платят сейчас. Короче, когда я работала в Aviary, у них была немножко другая система. То есть, они добавляют в Америке вообще 20%. Тип – это как бы чаевые, это автоматические люди уже дают тебе. Очень редко, когда тебе дают меньше 20%. То есть, они делали такую систему в Aviary, то есть, ты добавляешь 20% к счету, это идет к компании, и компания тебе просто платит больше денег в час. Потому что там работает столько людей, на самом деле, которые делают разные виды готовки. То есть, например, у нас есть комната, которая посвящена льду, и то есть, человек сидит и делает разный лед. Делают лед на определенных вкусах, или лед прозрачный. Например, у нас есть лед, который грибфрут и ванила, или у нас был лед, который был белый шоколад и грибы, и все такое. То есть, у них вся их работа и день посвящен делать всякие прибамбасы для ресторанов, и поэтому они добавляют эту 20%, чтобы люди, которые не… Которым чаевые не дают. Которые не общаются с гостями, то есть, у них получается, что им тоже есть на что жить. Потому что минимальная оплата для ресторанов работников где-то по штатам зависит, но где-то 2 доллара в час, где-то 6 долларов в час, где-то 8 долларов в час. То есть, это зависит от штата. То есть, это на самом деле очень маленькие деньги. И поэтому они, когда они получили этот кредит от государства, они должны потратить примерно сколько… Я не знаю, какой процент, но на своих работников. И получается, что сейчас они нам платят 80% от того, что мы раньше делали, примерно 80%. И поэтому они думают, ну ладно, если мы им платим, давай им переведем на работу. То есть, мы идем, сейчас, когда я работаю в ВВЕР, идем и там пакуем еду на выход. Или я чистила морковку. Еще важный момент. Вот когда ты, получается, приняла решение переехать, ну то есть, как ты к нему пришла и чем занималась в России? Ну я так понимаю, училась еще. Да, я была на последнем годе в универе, и я приезжала по work and travel до этого в Америку, мне понравилось, поэтому я осталась. Ну а что было, мне был 21 год, думаю, почему бы и нет. На самом деле, решение было не особо так продумано, скажем так. Просто решила, решилась и осталась. Скажи, пожалуйста, какие основные вещи, вот что самое главное, тебе нравится в Штатах и не нравится? Я думаю, что мне нравится здесь, что как, когда я приехала, у меня на самом деле не было так много денег, и я могла выжить на то, что я сделала себе на своей работе, да? То есть, когда я приехала в Америку, я работала в каком-то месте и заработала себе 500 долларов в неделю, но я сейчас, когда смотрю на себя в прошлое, думаю, как-то я выжила в Нью-Йорке на 500 долларов в неделю, потому что это вообще очень мало денег, да? Но, тем не менее, выжила. Но мне кажется, что в России, когда ты выходишь из универа, тебе все-таки родители должны как-то помогать деньгами, потому что не самое легкое быть как бы молодым и только неопытным человеком и пытаться выжить. Что мне не нравится, конечно, в Америке, что очень много предубеждений, короче, культурно, социально мне в Америке не очень нравится, потому что очень много людей, которые расисты, сексисты, то есть не уважают женщин. То есть вот это мне в части Америки не нравится, потому что когда смотришь кино или сериалы, ты думаешь, о, все такие хорошие, все правильные. Вот я об этом и хотел спросить, потому что со стороны тот образ Штатов, который сейчас появляется, современных, это то, что, о, супертолерантный Оскар, обязательно должны быть женщины, должны быть темнокожие, и Америка так к этому стремится, и вообще там сейчас меньшинства рулят, а типа белым быть плохо. Вот какое мнение, так скажем, бытует, я тебе могу сказать. Ну, на самом деле, белые, которые говорят о белом быть плохо, это белые, которые, на самом деле, не толерантны, поэтому им не очень хорошо, скажем так, живется, потому что, например, я тебе это видео пришлю тоже, есть, короче, тут недавно случилось, что мужчина, спернокожий был в Центральном парке в Нью-Йорке, и попросила женщину белую поставить собаку на поводок. И она звонит в полицию, и видно на видео, что она говорит, о, тут черный мужчина до меня домогается, ла-ла-ла-ла-ла, и потом он говорит, не подходи ко мне, и просто снимает ее на видео. И она потом в определенный момент начинает таким голосом говорить, как будто она такая, как будто ей очень страшно, и она сейчас начнет плакать. А на самом деле чувак просто стоит вот так с камерой и держит телефоном, что она делает. А почему она это сделала? Потому что она знает, если она скажет, что черный мужчина на нее нападет или атакует, что сразу менты прибегут, короче, и его заберут. И вот это отличный пример, что белые люди знают, что как к людям разных цветов кожи плохо относятся, и используют для своей этой выгоды. То есть это пример, например, белой привилегии. Да, конечно, Америка стремится быть более толерантной и уважать всех людей, но при этом это очень сложно добиться, потому что определенные прослые населения просто считают, что они лучше остальных, потому что им повезло. Потому что так всегда было, потому что так сложилось. Я хочу сказать, например, вопрос. Я думаю, у многих людей есть, в чем разница, все жизни важны или черные жизни важны. Потому что очень часто в Америке, когда люди говорят Black Lives Matter, люди другие говорят, ну, все же жизни важны. Да, конечно, все понимают, что жизни важны, но когда ты говоришь Black Lives Matter, во-первых, ты говоришь, что расизм существует, потому что на самом деле к ним относятся очень часто очень плохо. И во-вторых, это, например, хороший пример это объяснить, когда, например, ты мне говоришь, «О, у меня дедушка умер». Я тебе говорю, «Ну, знаешь, все же умирают». Ты мне говоришь, «О, у меня дом горит». Я говорю, «Ну, да, дома часто горят». То есть ты как бы понимаешь, что эта проблема существует, но не хочешь осознать, что эта проблема реальна сейчас, и надо начинать, короче, любое общество менять то, как ты думаешь про людей, которые выглядят чуть-чуть по-другому. Слушай, еще немного отвлеченный один вопрос. Ты смотришь вообще, что в России происходит, там, российские новости, например? У меня нервов нет смотреть на самом деле. Что конкретно тебя расстраивает? Я думаю, это очень смешно, когда мы росли, у нас была Тату, такая популярная группа, да, все такое, девочки-лесбиянки, и сейчас ты смотришь на Россию, и на самом деле сердце в крови вливается думать про то, что когда это было популярно, и можно сделать от этого денег, давайте будем так делать, да, а когда люди подумали, о, ну если по телевизору мы выйдем лесбиянок, все такое, может, если я так же чувствую, может быть, я могу кому-то об этом рассказать, да, и ты смотришь на Россию, думаешь, что это мы идем назад во времени? Слушай, а ты не приезжала в это время в Россию, потому что там из-за документов не могла, или просто не было желания? Ну, потому что из-за документов не могла, и получается, когда ты себе пытаешься сделать документы, ты можешь, ты из страны не можешь выехать, ну, потому что потом обратно не приедешь, да, потому что тебя обратно возьмут, и может тебе коренкарта придет в почте даже, а тебя в стране нет, и, короче, и все. Ну, то есть так ты вообще не против, допустим, там, приехать, когда будет возможность? Я, конечно, не против приехать, да, но когда я думаю, как долго туда лететь, на самом деле желание пропадает. Ну, то есть пока нет такого плана? Пока нет, но я думаю, скоро, скоро будет. Ну, обязательно дай знать, как говорится, вот, можем потом продолжить нашу беседу оффлайн, вот у нас в студии, например. еще один вопрос важный уже в завершении, да, нашей беседы. 2020 год, про него много мемов, вот, какой он интересный выдался. Что тебе помогает сохранять позитивный настрой? На самом деле, то, что социальные изменения происходят, я думаю, помогает мне быть позитивной, думать о том, что мир не самое плохое место, знаешь, когда, например, смотришь, вопрос, like, environment, по-русски. Окружающая среда. Вопросы окружающей среды, когда маленькая девочка сидит и говорит, Грета говорит, о, надо менять, и люди начинают думать, о, если ребенок о таком волнуется, почему я о таком не волнуюсь? На самом деле, меня этот вопрос зацепил, то, что я сейчас пытаюсь сделать один раз, как бы в месяц, ходить с перчатков и мусорным ведром и поднимать все это, короче, мусор из улиц забирать. Вот это, например, меня очень волнует. И если бы она так и не делала и не говорила про природную среду, может быть, меня это не волновало. И то же самое, что происходит с этими протестами, это даже не в том, что, например, изменения случаются эту неделю или следующую неделю. Это просто заставляет людей думать о том, что проблемы существуют и надо потихонечку начинать их решать вместо того, чтобы сидеть и ждать, что-то за тебя их решит. У нас есть последний вопрос традиционный для нашей передачи, он, может быть, немножечко дублирует предыдущий, но вот что лично тебя делает счастливой? Мне очень нравится работать с руками, да, то есть, когда у нас был карантин, я тут полку поставила, кучу всяких коктейлей дома сделала и попробовала, и мне лично просто нравится что-то делать. Я не могу на месте сидеть и поэтому вот, наверное, так, чтобы что-то надо было делать, потому что карантин, конечно, первый месяц был немножко жестоко, потому что не знаю, что происходит, от скуки готовила каждый день, например, то есть мне нравится что-то делать. Слушай, ну, это самое главное, вот, надеюсь, что глобальный опыт с пандемией, он все-таки уйдет в прошлое, мы о нем будем вспоминать, знаешь, как наши старшие родственники там о войне и еще о каких-то неприятных историях. Спасибо большое, что решила поделиться тем, что происходит в Америке и действительно своими взглядами на то, как жизнь устроена изнутри, это круто. Субтитры создавал DimaTorzok